здравствуйте выпуск 184 отвечаю на несколько вопросов первый вопрос опять-таки о рост персонале так ли это плохое агентство так ли это хорошее агентство не пытались ли очернить конкурентов и все такое прочее задаются эти вопросы ну за неделю как минимум десяток раз хочу вам отметить что в коммерческом плане агентство рост персонал не является наверное самым худшим самым грязным и даже ничем особенно не выделяется среди подобных других компаний точно так вас же может обмануть любая другая компания большая и проблема в том что да они недосягаемы практически с ними не захотят портить отношения они сети социальные не может быть органе какие-нибудь административные структуры просто потому что они живут системе они платят и вы знаете что такое россия из-за этого вы кстати все и пытаетесь эту россию покинуть вот поэтому как говорится рост персонала то плоть от плоти почти что крайняя плоть этого общества поэтому если не хотите мириться то не пользуйтесь ее услугами и уезжайте спокойно так далече из россии эмигрируйте если вас не устраивает страна если вам нужно обучение или нужен туризм а чем вам вообще нужны такие посредники но глобальном плане поймите одну простую истину все эти агентства работают по установленной схеме в общем-то это классическая схема капитализма и в общем-то незачем на них пенять у них большие расходы на рекламу не большие расходы на персонал они хотят хорошо кушать вы можете посмотреть что в престижных заведениях клубах и учебных заведениях в москве и в питере машины таят припаркованные стоимостью по полмиллиона по миллиону долларов соответственно эти деньги все идут от вас так что не удивляйтесь почему они вас кидают почему скажем так вам приходится платить и переплачивать ну хотя бы вот поэтому поэтому а если вам это не нравится глобально эмигрируйте если вам это не нравится для какой-то определенной операции допустим поехать в турпутевку или подработать в какой-нибудь америке или съездить куда-то на учебу ну на и находите более менее приличных людей или просто приличных людей которые прозрачные я не хочу нахваливать себя но в принципе то работает приблизительно вот точно так же или делайте это все сами ничего сложного нету и добро пожаловать информации в том числе и у нас на сайте больше чем нужно но просто хочу вам сказать не ожидайте от этих крупных компаний что вам что-то будет сделано недорого экономия масштаба не работает в этих случаях особенно в россии и соответственно вы будете переплачивать вот эти вот накладные расходы которые будут раскиданы на каждую голову то есть на вашу голову ту же так что конечно при особенно так особенно диозных личностей и особенно из рук вон выходящие случаи надо рассматривать в том числе и через суд но в основном просто смиритесь либо вы не пользуетесь ихними услугами либо вы к ним приходите и в общем-то от этого материально морально страдаете но будьте готовы к этому второй вопрос назван но не буду говорить имя имя редкое скажем так хафиз и скажем так из омска то есть не из больших городов спрашивает мне у меня информацию спрашивает мог ли я помочь парню его приехать сюда на учебу поддержка какая-то может быть там немножко с трудоустройством немножко с проживанием вообще внедрение может какой-то не иммиграционный совет но свести с людьми найти иммиграционного агента и в общем-то позаботиться о человеке чтобы человеку было спокойно и хорошо здесь но при этом хафиз говорит что он отправляется и научиться в какое-то учебное заведение через знакомую фирму и соответственно он хочет просто чтобы прибыть и сюда человек не был брошен и я естественно отвечаю на это все дело отказом почему я говорит человек и у меня время ограничено каждая минута времени должна посвящаться тем людям которые верят в меня которые помогают мне которые в общем то сделали весь этот проект явью потому что вся наша компания единомышленников не стоит и гроша если не будут студентов потому что она не будет стоить и гроша это уже будет не бизнес а во вторых это будет неинтересно если ты не помогаешь людям какой смысл от твоей деятельности в принципе твоя деятельность просто имитация активности соответственно если у меня грубо говоря есть 3-4 часа свободного времени каждый день то это значит что я буду посвящать его на то чтобы разбирать трудовые конфликты своих ребят разбирать вопросы учебные то есть говорить с преподавателями объяснять что нужно каждому конкретно человеку поймите что образовательный процесс это не значит привез человека и посадил его за парту ничего подобного сам колледж это сложнейшая система взаимодействия административных управленческих работников преподавательского состава агентов студентов миграционных агентов порой государств из которых приехал человек или где он хочет остаться или третьих стран некоторые допустим получив образование в Австралии едут в Канаду в США другие страны в Европу так вот надо чтобы человек получал максимум из того что в общем то ему могут дать и эти вопросы не могут не может в принципе решить не сам человек ибо он студент практически бессилен не административные работники тем более преподаватели в колледже потому что они занимаются своим делом этим должен по идее в общем то в итоге заниматься я и организовывать все так чтобы люди друг другу помогали чтобы скажем так те люди которые мне помогли в установлении этого проекта то есть в основной в основную голову именно студенты чтобы они не были оказаны брошены не оказались брошенными и у меня не будет возможности и более того скажу у меня не будет желания помогать людям которые предположим приехали с тем же Росперсоналом или Students International или Start Travel или кем угодно поймите меня правильно эти люди заработали деньги но эти люди при том что являются вашими друзьями они не хотят ударить палец о палец или не способны этого сделать на территории Австралии почему? да очень просто найти работников в России найти работников на Украине достаточно легко за достаточно маленькие деньги но человек чтобы отдавал часы и часы каждый день работы в Австралии каждый час здесь стоит ну на уровне от 20 до бесконечности человек который будет этим заниматься уж как минимум должен получать больше чем простой преподаватель в колледже а это 40-50 долларов в час эти люди не могут эти себе затраты позволить соответственно никакой поддержки никакая эта крупная организация вам не окажет и ваши друзья которые отправляют студентов на учебу в Австралии они помогут тоже они физически не способны их не экономика шкалы или скажем так их маркетинг план не предусматривает таких больших расходов как содержание людей которые будут ежедневно ежечасно заботиться о вас о ваших детях о ваших братьях и сестрах и так далее и так далее соответственно Афиз я должен вам сказать я не смогу помочь вашему сыну потому что я не хочу помочь и потому что знаете вот чисто в житейском плане так скажем по-русски вы будете меня после этого считать за лоха и дурака отнюдь я не лох отнюдь не дурак и в определенные моменты я естественно достаточно жестко показываю границы того до чего я могу дойти и после этого не пяди дальше то есть ваш сын к сожалению окажется брошенным здесь и не буду помогать ему не я не мои ребята им есть чем заняться не собственно говоря та компания ваших друзей которая просто даже если бы хотел этого сделать сделать это не может потому что эти расходы будут положены на ваши плечи а вы соответственно не захотите эти деньги и деньги да финансы и время потратить на то что как-то компенсировать их расходы то есть этого не будет так что извините Хафиз но такова суровая правда жизни нельзя как говорится делать реверансы одним и требовать компенсации от других один из наших форумчан хороший в принципе парень очень удачный такой по моему с Украины хотя я не уверен спрашивает можно ли заниматься ему бизнесом то есть на Украине что-то связанное с нами безусловно любой человек может работать с нами нам ничего от этого не надо бога ради даже будем вас раскручивать за одним исключением понимаете когда люди уже этим занялись на той же Украине у нас прекрасные ребята Олег и Константин занимаются переводами занимаются переводами в том числе под патентную очистку в Австралии достаточно сложный уровень перевода ребята занимаются обучением английскому языку в том числе и интерактивным то есть онлайн скайп и другие программы они привлекли достаточно хороший преподавательский состав в том числе и англичан в том числе и австралийцев в том числе и наших учителей самой высокой австралийской квалификации соответственно естественно если ребята оперируют на территории Украины если уже потратились на свои маркетинговые усилия уже год этим занимаются естественно все свое время все свои возможности рекламы и все остальное я отдам Олегу и Константину для их проекта и это не просто какие-то бизнес партнеры это мои друзья еще задолго до того как этот проект Рамзес вообще-то родился вот поэтому скажем так выбирайте что-то другое или вот чтобы я вам предложил понимаете если вы насколько я понимаю вы из Донецка если вы хотите как-то заниматься преподавательской деятельностью очень неплохой вариант это объединить коллектив преподавателей английского языка и сориентировать их на Австралию сориентировать их на бизнес и IT дисциплины соответственно это будет гораздо большим спросом пользоваться чем обычные языковые школы я считаю что вот в этом направлении вы можете продвинуться в этом направлении может продвинуться и не один и не два человека на Украине в общем-то не только на Украине потому что фактически в любом региональном центре откуда потенциально могут люди уезжать в эмиграцию на обучение на работу даже обязательно нужны вот такие заточенные грубо говоря под определенную цель языковые школы староязыковые школы которые учили языку вообще они в общем-то отжили свое и скажем так это советский вариант не все в Советском Союзе было хорошо и в то время готовили просто людей которые будут понимать язык потенциального противника на данный момент мы сами собираемся быть частью этого бывшего потенциального противника то есть эмигрировать или как-то внедряться в их общество даже на территории России и Украины соответственно я бы очень рекомендовал чтобы появлялись именно заточенные под это дело преподаватели и школы соответственно если такие школы появятся если они будут давать результат начнется цепная реакция соответственно у них будут гораздо больше клиентов эти клиенты весьма возможно будут и больше платить но надо себя показать надо себя проявить и в этом плане вы можете рассчитывать на всю возможную абсолютно бесплатную помощь все учебные материалы все академические статьи десятки тысяч уже все видеоматериалы все вы получите бесплатно и даже иногда с доставкой на дом если кто-то из наших ребят допустим едет на побывку домой или закончил курс учебы возвращается соответственно вам будут переданы и компакт диски и жесткие диски и другие носители информации и вы можете это смело использовать это бесплатно это не на коммерческой основе с нашей стороны используется поэтому ну грубо грубо говоря добро пожаловать в наш мир единственное что вот онлайн перевод и онлайн обучение на Украине я не буду помогать вам это ну мешать естественно не буду но и помогать вам не буду просто потому что я чувствую моральные обязательства перед Олегом и Константином порядочные люди Дарья тоже с ними вместе работает Дэвид то есть все люди которые в этом проекте которые потратили кучу нервов денег грубо говоря крови своей ну они заслужили то чтобы у них была достаточно благоприятная обстановка я понимаю что по чужим стопам по чужим проторенным тропинкам идти легко легче но все таки наверное надо какие то и препятствия ставить на таком пути но мне почему то кажется что вы в Донецке думаете сделать что то другое и в этом случае вы можете надеяться на нашу полную помощь в том числе и помощи я думаю Олега с Константином потому что это люди которых ну можно сказать что они бессеребренники во многом по крайней мере для своих друзей это уж точно если вы станете их другом то соответственно такие друзья редко попадаются последний вопрос это опять таки вернемся к господину Алексею Анатольевичу Навальному я не ожидал что будет такая масса поддержки в общем то моего мнения я ожидал обратного я боялся что люди обидятся начнут меня оскорблять дескать я провожу пропутинскую политику и так далее и так далее нет совсем даже нет люди в основном поддерживают ни одного даже критического отзыва о том что я сказал в предыдущем ролике не поступило вот наоборот достаточно много очень негативной информации прошло по товарищу Навальному известному этому блогеру якобы демократу и прочее прочее который выпустился из еля я вам хочу сказать что Навальный не лучше чем Путин Медведев и остальные но он и не хуже чем те кто его критикует и в общем то это одна сатана посмотрел я Новодворску с этим как его еще одним представителем правящего меньшинства вот что вам сказать с них с демократы самих как говна пуля болтуны люди которые всю свою жизнь превратили в расшатывание страны которая в отличие от России была более менее приличной СССР вот сейчас они критикуют Навального Навального критикует и официоз через различные то же самое через YouTube и через средства массовой информации мягко но критикуют и с одной стороны я хочу сказать что не надо придавать человеку так много значения то есть он наверное на это и рассчитывает то есть он не бог не царь даже не герой вот никакого освобождения ни своей ничерой другой рукой он не хочет сделать да человек наверняка рвется к власти ну к этой власти рвется там у всех опыте в России вот если же идет вариант о том что власть сама находит такого якобы порца на картонных мячах для того чтобы в будущем его позиционировать как оппозиционера кого-то типа Лебедя типа Рогозина и всех остальных прочих это просто использование может быть не глупых немножко по-другому мыслящих людей но карьеристов людей которые хотят немножко власти использование в виде клапана то есть народное давление чтобы не выходило в то что происходит в Дагестане убивают людей может быть это плохо конечно но убивают людей которые несут власть и обличены властью но это люди которые при ближайшем скажем так столкновении с ними ты уже начинаешь понимать почему горячие кавказские парни постреливают в них вот это никакая там никакой это скажем так начало против против противления народа беспределу потому что дагестанские власти это российские власти дагестанская милиция она не лезгинская не дагестанская это российская милиция или полиция уже и ведет она себя совершенно нехорошо поэтому понятен этот взрыв народа было были люди в приморском крае да эти партизаны так называемые да может быть они действовали немножко чересчур может быть не стоит наносить людям ущерб мое мнение что если бы у меня была такая возможность я бы наверное инвестировал деньги в то чтобы вывести этих людей чтобы свою энергию они направили в нужное русло вот вот в общем то все большое спасибо мне опять звонят отрывают так что на этом заканчиваю этот выпуск спасибо